Итак, в среду в Ноябрьске с рабочим визитом побывали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Главная цель визита – совещание по вопросу реализации социально-экономического развития региона и встреча с руководителями правоохранительных органов. Кроме того, высокопоставленные гости побывали на Парагазовой электростанции и в спорткомплексе «Зенит». Ну а подробности рабочего визита в материале Ирины Потехиной. Вместе с полпредом, его заместителями, советниками и губернатором на совещание присутствовал практически весь аппарат управления Ямало-Нинецким округом, представители городской администрации. Игорь Халманских провел аналогии между Ямалом и Югрой, сразу обозначив, что два успешных региона имеют общие проблемы и то, что уже намечены пути, в которых МАО и Янао надо развиваться. Так, некоторое падение добычи углеводородов, по словам Халманских, сегодня компенсируется высокой ценой на нефть и на газ на международном рынке. Тем не менее, предприятиям топливно-энергетической отрасли и представительствам округов отрабатываются разные варианты развития событий. Рынок углеводородов не совсем, не всегда стабилен. Если сегодня там высокие цены, то это не обозначает, что завтра не начнется их падение. И если это будет происходить на фоне снижения добычи углеводородов, то ситуация действительно может стать серьезной. И правительство Ямало-Ненецкого автономного округа эти угрозы видит. И вот вся стратегия развития Ямало-Ненецкого автономного округа как раз направлена на то, чтобы снизить вот эти угрозы. И главное сейчас добиться того, чтобы если какие-то будут развития сценарий не совсем положительные, чтобы вот эта стратегия сработала и эти угрозы были минимальны. Мы строим очень большой завод переработки газа, газохимический комплекс. То есть мы диверсифицируем экономику внутри страны. С одной стороны, наверное, это плохо, когда газ плохо продается за рубеж. Но с другой стороны, это все стимулирует развитие газоперерабатывающей промышленности внутри страны. То есть формировать налог на добавленную стоимость в государстве российском. Кстати, для решения целого ряда местных проблем Халманских призвал активнее привлекать средства из федерального бюджета. И это несмотря на то, что Ямал в принципе является регионом-донором. Однако есть вещи, в решении которых, заявил полпред, без государственной финансовой поддержки не обойтись. В частности, это касается транспортной инфраструктуры как Ямала, так и Югры. Деньги никогда лишними не бывают, особенно для регионального бюджета. И если посмотреть на то, что дополняемость бюджетов действительно и в Югре, и на Ямале гораздо выше, чем в других регионах, то развитие транспортной инфраструктуры во многом в социальной сфере, то вот здесь и Югра, и Ямал точно так же сильно отстают от других субъектов Российской Федерации. И если вот взять проблему развития транспорта, то она критична именно для Ямала. И правительство это хорошо понимает и достаточно много сил и времени уделяет для решения этой проблемы. Но вполне очевидно, что в одиночку вот эту проблему Ямалу не решить. Кроме того, на совещании обсуждался проект закона об арктической зоне и о том, что его обсуждение особенно важно на Ямале, так как этот документ, имеющий государственную важность, должен быть максимально адаптирован к арктической зоне. Ирина Потехина, Кирилл Мигель, Ирина Потехина, Александр Иванов. Новости нашего города.